салам пополам земляне земляне с вагинами сегодня у нас уже среда 12 августа вострижу на работе сейчас отправил планы комплектования в районы куда мы поедем в следующем году учить руководящий состав и вот смотрю в интернете новости что там происходит в мире сколько заболела сколько вылечилось вообще просто очень интересно что творится здесь и не только здесь но и за границей вчера я посмотрел матч ротора зенитом с питерским ну честно говоря я слабо верил то что волгоградцы смогут победить чемпионов или хотя бы зацепиться за ничью потому что уж слишком неравны силы у питерцев и состав качественнее и футболисты более опытные ну а ротор сражался как мог имел возможности забить но к сожалению забить не смог вот такое тоже бывает в футболе надеюсь в волгоградце все получится но сегодня нужно еще отвести дочку на тренировку у них опять поменялось расписание как в принципе было заявлено тренером они будут тренироваться вторник четверг суббота ну вот она теперь решила что будут тренироваться вторник среда пятница на следующей неделе вроде понедельник среда пятница но это пока и временно я не знаю что будет дальше но вот пока так такие вот у нас новости ну что ж поехали вперед навстречу новым событиям и может быть даже приключения вышел с автобуса и вот видите какой здесь ливень запрутно меня прям накрыл очень хорошо ну еще накрыла в автобусе на подъезде сюда ну вот можете полюбоваться пустом природа сейчас опять все сейчас опять все здесь у нас зато это опять будут болото здесь тоже все время затапливает в общем хороший дождь полил господа вот как всегда по плене машины очень сильный поток и вот когда через него пера проходишь складывается ощущение что ты видишь это горной реке тебя вот-вот смоет предлагаю просто полюбоваться этим без комментариев да нифига себе из комментариев у меня же все ноги по уши дали ну что друзья продолжаем хреначить по шаверме возле торгового центра берлин есть тоже такая такой ларек с шавермой здесь вот его армяне делают армяне шурмяне давайте оценим чего не наделали так по виду ну по виду она поменьше чем то что я брал ну давайте посмотрим что у нас на вкус ну что можно сказать по вкусу про это блюдо арабской кухни ничего честно скажу достаточно вкусно мясо не сухое хорошо так подпичь подпекли его в этой хреновине чудо-печки какой-то их ну и они прислушаются к пожеланиям и просил без моркови терпеть ее не могу и вот не морковь не клали кстати вкусно очень даже тоже могу рекомендовать единственное отличие от той что я брал там это размера она конечно чуть чуть поменьше но но все равно весьма и весьма сытно и питательно так что вот это возле берлина шурмятницу где шуруют армяне шурмяне рекомендую не отравитесь это точно пока дождь на тренировке вот стою любуюсь дождем на самом деле дождем можно любоваться это прекрасно вообще всю жизнь любил дождь люблю гулять под дождем вот такой вот я неисправимый романтик на эту тему прекрасная погода не холодно хотя дождик покой он уже знаете ближе к осеннему заунынный но все-таки на тоже понимать что у нас сегодня на календаре 12 августа скоро осень буквально через девятнадцать дней и поэтому погодой такое серое небо нас будет ждать достаточно долго правда хотел бы чтобы осень была как осень зима как зима а не как вот в этом году девятнадцатом ну 19 20 зима где принципе зимы то не было и снега было мало очень все как-то непонятно скомканно получилось ну и вот в результате мы получили все эти к виды и прочее 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 но еще раз говорю люблю я дождик люблю под ним гулять люблю на него смотреть и наслаждаться наводит на философские мысли красиво правда мне вот лично нравится а вам ребята вот я сейчас нахожусь возле дворца спорта буртаса действительно классные спорт сооружения оплот гимнастики плавание вот это вот крыло дальние дальний полукруг такой это бассейн а здесь находится гимнастический зал и там много чего но вам гимнастика обратите внимание на крышу вот с этим дворцом спорта как только построили случилась одна забавная история я спрошу немножко потерпеть не ставить на переводку послушать моей старческой болтовни вот какая история случилась построили его то ли поздней осенью то ли зимой в общем уже было достаточно холодно а что в нашем климате бывает когда холодно зимой правильно нас идет снег вообще россия считается страной такой снежный северный ну вот спадал падал падал снег и нападал его много но мы не должны не забывать что мы живем в городе пензе в городе победившей деревне самом плохом смысле этого слова и когда нападал снег следуя законам физики я не зря начал кстати свой рассказ с торца чтобы увидели что крыша там полукруглая так вот следуя законам физики что случилось со снегом правильно он начал падать под собственным весом его никто не чистил а законы физики у нас никто не в состоянии отменить но и случилась такая оказия что вот этот падавший снег снёс чертям собачьим надпись я сам покажу то место где пострадала надпись это буртасы кстати буртасы говорят такое племя была мордовская я не знаю если честно ну пусть так оно и будет не буду спорить и вот теперь смотрите видите буква у здесь видно как она заклеена r с не очень видно надеюсь и буква и вот эти буквы они пострадали при падении снега и их снесло тогда василий кузьмичный непокойный губернатор пеннинской области очень серьезно топал ногами устроил такой разнос местным идиотам что они просто офигели из тех пор кстати они всегда чистят снег на крыше я считаю что это правильно потому что ну только открытие и на тебе получи вот такая вот забавная история и немножко поучительное случилось сразу же после открытия дворца спорта доброе утро сегодня у нас четверг 13 августа вот смотрите знаки предупреждающие обедение дорожных работ ну и вот сами впереди дорожные работы самое удивительное что в этом же месте год назад проводили ремонт и снова что-то ремонтирует дать посмотрим что там произошло просто интересно все опять парит ну то ну да точно вот в этом самом месте прошлом году производился ремонт коммуникаций ну чё вот мы подошли поближе ну снова что-то парит правда хрен его знает что конкретно и очередные раскопки снова наверное ищут золото колчака и вообще заметил последнее время меня язык стал беднее и постоянно повторяю одни и те же слова наверное надо начинать больше читать потому что последний опять последний ну ладно последний так последний потому что стал читать меньше это нехорошо как там раньше были плаката если ты читать не будешь скоро грамоту забудешь опять неприятная вещь вот этот разрыв дороги к тому же на самом повороте отремонтированы недавно дороги это может создать аварийной ситуации учитывая что водители в последнее время стали ездить крайне неаккуратно ну чё друзья мои уже очередной выпуск подходит к концу я решил их не растягивать надолго потому что чем короче тем смотребельные в принципе я так что хотел показать вам одну интересную вещь в завершении вот смотрите водосточная труба для того чтобы там лишняя влага стекала с крыши и не скапливаться идем 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 и в итоге мы упираемся в козырек дальше ее нет тупиковая ветвь вот такая вот забавная конструкция оказывается есть на нашем доме где находится моя работа ну а в остальном что вы хочу сказать в принципе я сейчас без команды по-прежнему предложений нет но я еще раз повторюсь не очень сильно на это по этому поводу расстраиваюсь потому что хоть рано или поздно что то появится ну или отдохну просто отдохнул от футбола переосмыслю некоторые вещи и потом с новыми силами опять займусь тренерской деятельностью ну все друзья наверное конец 30 серии увидимся в следующих сериях пока берегите себя